То ли дамба на скорую руку, то ли недоделки дорожных служб. На пути воды в Голубом Дунае появилось неожиданное препятствие. Земляные кучи. И сразу несколько. Уже скоро тёплая погода растопит снег в полях, и вся эта вода хлынет по спецканалу. Её уровень уже сейчас заставляет местных жителей волноваться. Земляные насыпи блокируют естественный поток, а значит, вода найдёт другой путь. Как закрыли туннель, стали пользоваться, ну просто туда всё сваливают. То есть как заброшенный угол. Толкает сюда, с той стороны снег наталкивают там. Здесь подходят эти. А камазы сливают воду с луж. Вот они наполнены сейчас, а вода вся полная. То есть а камазы сливали лужи. И наполнено, с водой стоит. Малейшая пойдёт вода, давление, и то всё полезется. А ещё вот эта дамба, и нам просто крах. Александр Квашнин живёт в доме по адресу Угольная 104А. Его участок в самом эпицентре разлива. Беспокойство мужчины оправдано. С подтоплениями он имеет дело каждый год. Вот глубина канала уже два метра затопления. А под мостом уже даже просвета не видно, а ещё не таяло. Значит, таять вообще тут будет, а кошмар. То есть это всё водой заполнено стоит. И ещё и дамба стоит, это сделанное. То есть ей куда деваться в воде. Дамба вровень по мосту. Стихийные земляные насыпи – только полбеды. Канал для пропуска от алой воды в этом месте не чистили почти десяток лет. Здесь даже успели вырасти и укорениться молодые деревья. Это мешает воде уходить, и она разливается по округе, накрывая в первую очередь дома, расположенные в низине. Впрочем, подтопления уже замечены и далее по улице. В районе домов номер 136А, 152, 153 разлилась большая лужа. Местные жители просят власти обратить внимание на этот отрезок дренажного канала и обезопасить дома от потока хотя бы песчаной насыпью, чтобы весенняя река бежала не по огородам, а там, где ей положено. Кристина Чернова, Илья Питков, Будни.